ну что друзья всем привет сегодня мы хотим развеять одно не такое очень популярное заблуждение но которое является заблуждением о том что кошек не надо обрабатывать от клещей кошек надо обрабатывать от клещей сейчас я вам попробую вкратце рассказать почему во первых все чаще у кошек регистрируется заболевания такое как пероплазмоз бобезиоз которые очень часто встречается у собак и это заболевание без лечения со стопроцентной летальностью кошки заболевают очень опасным заболеванием гемобартилиозом от укусов иксодовых клещей заболевание очень тяжело диагностируется очень сложно лечится вызывает анемии тоже приводит к гибели кошки заболевают болезнью лайма болезнь лайма это заболевание общее для человека животных поражает всех также у них регистрируют регистрируется еще ряд других заболеваний которые встречаются реже но тем не менее они встречаются даже если котик не ходит на улицу вот как у нас ситуация да почему мы экстренно вызвали обработку территории почему мы экстренно начали обрабатывать животных у нас случилось резкое потепление и клещи очень сильно активизировались и собаки будучи обработанные бровектом но не обработанные наружно приносили клещей нам домой и мы клещей просто выгребали у себя из кровати то есть соответственно также вы пройдясь где-то по травке можете домашнему коту спокойно на своей одежде принести к содового клеща какими препаратами мы пользуемся какие препараты у нас есть для тахи у нас сегодня выбор препаратов это капли инспектор квадра обращаю ваше внимание что это капли для профилактики и эндо и это паразитов то есть и внешних и внутренних таха у нас будет обработана и от гельминтозов и также будет защищена на протяжении на протяжении 6 недель от укусов клещей то есть и к содовых клещей внутри кожных клещей то есть от всем всевозможным видом кстати и к содовые клещи у нас относятся к паукообразным так это просто больше для информации при выборе препарата то есть обращаем внимание да это удобность нанесения почему для кошек у нас сейчас есть препараты бровекта споттон капли которые наносятся на холку это связано с тем что задавать таблетки кошкам не всегда удобно владельцам мелким да и выбираются капли на что хочу обратить ваше внимание вот крита у нас будет обработана бровекта то есть действующее вещество этого препарата это флорал ланнер это препарат среднего класса опасности если я не ошибаюсь и мы ей будем задавать его внутрь этот препарат действует только от эктопаразита только от иксодовых клещей от внутрикожных клещей он не действует от гельминта то есть если мы выбираем просто бровекта вашему животному потребуется дополнительная обработка от гельминтозов для кошечек есть капли бровекта плюс но именно обращаем на маркировочку бровекта плюс тут видите тут тут даже нарисовано на упаковке да то есть вот обратите внимание вот здесь то есть и вот здесь от каких паразитов мы обрабатываем то есть на это всегда обращаем внимание и выбираем препарат дача которого нам удобнее сразу поясню почему препараты для собак у нас действующее вещество бровекта для кошек и бровекта для собак она одинаковая но весовая категория кошки рассчитана в среднем до 6 8 там максимум 10 килограмм да у нас котики весят побольше соответственно препараты мы выбираем с дозировочкой на их весовую категорию рита у нас когда мы ее забирали весело порядка 30 килограмм с погрешностью на то что она поправилась мы берем бровекта на 20 40 килограмм таха у нас весит тоже порядка наверно 30 40 килограмм у нас для нее капельки на 25 40 килограмм поэтому котиков своих мы от клещей обязательно обрабатываем даже тех которые не гуляют это необходимая процедура и очень внимательно смотрим на упаковочку потому что очень часто применяются препараты люди считают что мы обработали от всех паразитов обработали только от наружных то есть выбор сейчас очень огромный то есть мы пользуемся пользуемся это нужно погнали погнали защищать животных так сегодня у нас обработка котов от клещей потому что клещей много у нас очень потеплело и вот кому мы можем зайти в бюджетном варианте мы обрабатываем каплями то есть потом на холку герда мы обрабатываем инспектором на 40 60 килограмм рыси пума у нас без вариантов у нас бровекта потому что к ним нельзя зайти к тем кому можно зайти мы обрабатываем вот так то есть это тигры это герд это таха на таха у нас тоже инспектор то есть вот делается приблизительно так с пипетки неудобно герду набираем шприц и обрабатываем вот у нас очень потеплело капли не такой долгосрочный но более-менее бюджетный вариант поэтому поэтому вот так вот гердусь и у нас с удовольствием дает выход проводить манипуляции за кусочек ну что территорию мы от клещей обработали теперь обрабатываем котов чем мы обрабатываем котов так как финансы сейчас данной ситуации наверно всех поют романцы есть бюджетные варианты обработка от котов обычно мы даем бровекта но в этот раз у нас до нас потом то есть это фитронил он действует почти что в четыре недели на кошках и мы обрабатываем сейчас животных им здесь уберем по стоимости сколько он по стоимостью 185 рублей весь флакон домашних кошек можно же обрабатывать можно обрабатывать и домашних кошек и домашних собак просто на тигров бровекта брать ну они по килограмм сейчас очень сейчас очень дорого очень накладно получается ну ка стой 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 вот так вот такая реакция у котов поэтому надо от них очень быстро сруливать да расскажи еще про препарат как он действует вообще и как препарат впитывается в кожу все на протяжении 6 недель дает защиту от клещей ну так у нас еще и территория обработана все попроще девочка мы будем тереться обо всех тиграм очень тяжело раздвинуть шерсть именно до кожи поэтому прям носиком пипетки приходится вести подожди на полностью все он до головы когда готова а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так что вот, как-то так, друзья, мы своих животных обработали и вам говорим тоже, берегите своих питомцев, берегите их здоровье, берегите свое здоровье, обрабатывайте от клещей и не болейте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok